Ах, как хочется, чтобы российский футбол вышел в мировые лидеры. Мечту большинства, похоже, решили воплотить в жизнь нашей девушки. Сегодняшняя игра на полях «Спутник спорт» тому подтверждение. Японские футболистки достаточно сильные соперницы. Каждая из них обладает индивидуальным мастерством. Тем не менее, россиянкам удавалось показывать себя настоящими хозяевами пуля. Голы забивались достаточно качественно за счет быстрого розыгрыша мяча. Просили играть через фланги. Когда мяч пытались контролировать через центр, тогда хуже выходило. Ну, это, естественно, немножко тяжеловатое поле, безусловно, дождь прошел. Но это не помешало нашим девчонкам забить три гола в первом тайме. Во втором на поле уже вышел другой состав. И футболистки играли достаточно спокойно и уверенно. Казалось, что они не хотят прыгать выше головы, а стараются удержать ситуацию в формате счета 3-0 в пользу России. Готовились мы, конечно, к чему угодно, потому что команда нам незнакомая, мы ее не знали. Но все-таки настраивались на полную мощность. Пытались играть в футбол, пытались выполнить установку тренера. Было много атак, ударов и угловые высокие подачи, но пробить не удавалось. Японская оборона во втором тайме больше не дремала, хотя практически вся игра проходила на половине футболисток Японии. Причина поражения – хорошая подготовка соперников. Но это первый матч. Нужно было попробовать разные схемы, разные тактики. И к следующему матчу японская команда покажет все самое лучшее, что они смогут сделать и поработают над своими ошибками. Российская сборная успехом довольна, но не до конца. Тренер считает, что качество игры необходимо улучшать и от игры к игре прибавлять. В международных встречах 23 россиянки попробуют себя показать в играх с представительницами Румынии, Эстонии, Ирана, КНДР. Матчи будут проходить на Мацетинских полях до 20 марта. Елена Всецна, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ.